МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участие в конкурсе принимают организации из всех субъектов нашей большой и необъятной страны. В нашей студии сейчас председатель российского экологического общества Рашид Исмаилов. Здравствуйте, Рашид Айденович. Здравствуйте, Александр. Как проходил сам конкурс? Как вы его оцениваете? И вот мы уже назвали 300 заявок, более 300 заявок. Кто среди этих людей и организаций оказался победителем, лучшим? Александр, прежде всего я хотел бы сказать, что экологическое развитие нашей страны активно продолжается. Мы видим сегодня, что у нас и внешнее санкционное давление огромное, и сложности в экономике. Но корпоративный сектор и промпредприятия, предприятия бюджетные, как вы уже сказали, у нас достаточно широкое участие было представлено в конкурсе. Природоохранные проекты для них являются приоритетными. Вот это самое главное. И с точки зрения даже финансового обеспечения, то есть все инвест-программы, все проекты, которые были ранее запланированы, они все в 22-м году, в 21-м году реализуются. Вот это очень важный такой посыл, может быть, идеологически очень важный. Это даже не посыл, это фундамент, на котором будет строиться. Да, базис. Да, здесь я почему об этом всегда очень подробно стараюсь говорить, потому что это идеологически сегодня очень важный вектор, который даже какой-то посыл, как, еще раз хочу подчеркнуть это слово, ориентир для экономики. Для развития. Для развития экономики. И вообще экология, повестка развития, это созидательная история, правильная, она всегда направлена на улучшение нашего мира. Мы не только про экологию говорим, экономика. Ведь те же самые инвестиции, которые бизнес вкладывает в проекты, по сути, это зеленые инвестиции, которые также дают свою отдачу не только с точки зрения повышения экологического благополучия территорий и повышения нашего с вами качества жизни. Это те проекты, которые конкурентно способны, с которыми можно выходить и на внешний рынок, пусть даже у нас сейчас вектор восточный. Это все, что дает дополнительную прибыль. Плюс к этому мы сегодня видим, что в России формируется институт экологической репутации бизнеса. Это тоже очень важно. Это имиджевая составляющая. Она про то, как воспринимается сегодня бизнесмен в России. Цивилизованный, который ответственный, который отвечает за территорию, там, где его проекты и объекты размещены. Мы убедились, когда рассматривали заявки, что вне зависимости от формы собственности, крупные компании, небольшие компании, бюджетные учреждения, некоммерческий сектор, у всех есть настрой на будущее, и проекты все, которые мы рассматривали, заявки, которые подавались, они все перспективные. Это не просто идеи, очень важно, это реализованные практики. А что это за практики? Что это за идеи такие? И вообще, какие решения, судя по конкурсу, можно на практике использовать? Мы можем говорить сегодня о тренде. Тренд у нас на экономику замкнутого цикла. Очень много заявок, очень много работ и усилий бизнеса сегодня в этом секторе. Это переработка отходов. Это все, что связано с вовлечением в хозяйственный оборот тех материалов. Тот второй такой, второй уровень экономики, это то, что сегодня у нас буквально валяется под ногами, мы не замечаем, им долгие годы это все не было воспринято как ценность, как ценный ресурс. Сегодня мы пересматриваем эти подходы, меняется сознание бизнеса, акционеров, и предприниматели понимают в этом выгоду. Вовлекать в хозяйственный оборот отходы промышленности, очень много проектов по этой тоже части, в нефтехимии, даже в утилизации отходов, в правильной утилизации, которая дает дополнительную прибыль. Еще раз хочу подчеркнуть, Александр, это про экономику все. Это не только вот мы создали экологически благополучную территорию, это экономика. Сегодня бизнес это начал понимать. Экология – это экономика. Я вообще должен сказать, что произошла некая трансформация сознания у людей делового склада ума. Да, и они понимают действительно, что можно сделать с тем, что, как вы говорите, валяется под ногами. И начинают это использовать. Но, по крайней мере, не повально, но уже в большей части мы это наблюдаем. Вы это подтверждаете фактически? Да, безусловно. И ваш конкурс это подтверждает? Безусловно. Это как раз про осознанность. Вы абсолютно верно, акцент такой обозначили. Осознанность бизнеса. Это ведь ответственность, она проявляется в том, как ты мыслишь. Я говорю с позиции бизнесмена. Если ты акционер, у тебя, конечно, линейка ценностная другая, нежели чем у менеджера на территории. Но акционеры и топ-менеджмент сегодня задают тот ритм, тот темп своей работе. И они дают ценностный ориентир, идеологию. Здесь мы уже приходим к некому такому пониманию, что бизнес сегодня старается быть осознанным. Осознанным. Он не просто здесь работает, зарабатывает деньги. Здесь уже начинается, они начинают понимать, что есть экономические эффекты и экологические эффекты. Все это вот в наших проектах. Рашид Айдынович, ну, конечно же, я не могу вас не спросить о конкретных региональных достойных практиках или проектах, которые уже зарекомендовали себя. Ну, как говорится, high level, высший уровень. И нужно эту методику, этот проект масштабировать на всю территорию нашей страны. Или, по крайней мере, на большую ее часть. Особенно проблемную с точки зрения экологии. Вот что это за проекты? Пожалуй, отмечу два, может быть, три проекта, которые особое внимание сегодня получили. И нашу особую оценку – это предприятия, которые работают в рамках чистого воздуха. Это все у нас проект экологии. Чистый воздух – очень социально значимая история. Очень социально значимая. Вы часто об этом говорите, и много репортажей, сюжетов. Это то, что волнует граждан. Это то, что влияет на наше с вами здоровье. И здесь есть хороший пример. Мы его уже отметили. Это Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть». Компания – лидер по экологической модернизации. И они на предприятии применили очень хай-тек уровни, как вы тоже иногда выражаетесь. Ну, простите, высокого уровня. Высокого уровня, да. Технологии, да, тратят существенные, значительные средства. Но, что очень важно, они обеспечили прямую связь и открытость для населения. Технологии, которые позволяют сегодня следить и сделать прозрачной всю систему работы на предприятии. Это большой имущественный комплекс, большой территория, большая. Выбросы, сбросы – все это доступно в системе онлайн. Все эти данные поступают в контрольные органы, что сегодня, кстати говоря, не все обязаны это делать. Вот здесь мы с вами видим такую добровольную экологическую ответственность. Это признак высокого уровня, опять же, такой организации и позиционирования себя во всей этой нашей экологической истории. Есть проекты в Нижегородской области, очень хорошие тоже по очистным сооружениям. Лукойл вкладывает тоже деньги. Вообще Нижегородская область – тоже крупный промышленный регион, и там вкладываются деньги. Очень хороший проект по очистным сооружениям – это про воду. Это то, что мы сохраняем водные ресурсы и не даем загрязняться производственным стокам. Передовые практики, они стоят денег. Вот это тоже очень важно. Здесь, опять же, мы такой респект от неправительственного сектора адресуем корпоративному сектору. Они тратят деньги. Тратят деньги не потому, что закон даже это приписывает, а потому, что такое отношение к окружающей среде, к своей работе. Бизнес и люди бизнеса тоже живут на этой планете? Не всегда. А, планета – да. Планета – да. Пока живут еще на этой планете. Я думал, вы скажете, что… Дышат этим воздухом, бьют эту воду. В нашей стране, да. Мы сейчас возвращаем их. Возвращаем. Да, но, тем не менее, мы говорим о том, чего мы достигли. А с какими проблемами мы сейчас сталкиваемся на региональном уровне, прежде всего? Какие проблемные точки вы могли бы сейчас обозначить? В каких субъектах? И как их надо решать для того, чтобы достичь хорошего уровня, достойного, цивилизованного уровня? Вернусь к чистому воздуху. Это одна из самых актуальных природоохранных задач. И еще раз хочу подчеркнуть, социально значимых. Так. У нас сейчас расширяется нацпроект экологии. Уже новые горизонты планирования. Вы тоже об этом часто говорите. Мы уже из 2024 года. Мы тоже в тренде развития. Мы обязаны это делать. Да, выходим на 30-й год, но мы расширяем количество городов в чистом воздухе. Их будет чуть больше 40. И вот там сейчас основной фокус для работы и государства, и бизнеса, и новых технологий. Там нужно ставить системы контроля, систему мониторинга. Это тоже новый тренд. Так. Новый федпроект, эко-мониторинг, он будет распространяться тоже на всю страну. И вот там нам надо понимать, какие предприятия, какие котельни, сколько выбрасывают, сколько выбрасывают вредных веществ в автомобильный транспорт, частный сектор. Какие меры, мероприятия нужно, чтобы качество воздуха повысить. Вот фокус – это потенциальная задача, потенциальная в долгосрочную. И это очень ожидаемые, очень большие эффекты, потому что это здоровье. Ну, плюс еще есть программа по качеству воды, улучшению качества воды. Воздух, вода и земля. Правильно? Да, ну, мы сейчас про… вот это немножко уже здесь ближе к ЖКХ, ближе к стройке. А чисто экологические проблемы вот я бы выделил здесь. Плюс тоже мы с вами, кстати, мы все с вами, это не просто я для красного словца, мы с вами участники реформы частоты. Это новое становление новой отрасли, обращение с отходами. Мы платим деньги за вывоз мусора, он сейчас везется в основном уже на сортировочные площадки, потом на перерабатывающие, возвращается опять в хозяйственный оборот. Реформа частоты себя уже оправдала, мы ее приняли, порядка 200 миллиардов рублей мы с вами заплатили за прошлый год за эту услугу. Но активно сейчас идет фаза, этап по строительству инфраструктурных проектов. Вот здесь большой такой фокус… То есть у нас с экологической точки зрения инфраструктурных проектов? Это заводы, это объекты. Объекты. Объекты по сортировке и по переработке твердых коммунальных отходов. То есть они будут во всей этой, скажем так, технологической цепочке? Да, безусловно. Вот эта цепочка, она еще экономически эффективна должна быть. Поэтому здесь для бизнеса очень большой потенциал, где вкладывать, где получать прибыль. И это отрасль, которая сегодня на старте развития. Участие вообще в этих экологических проектах, которых вы сейчас обозначили, это только небольшая часть того, что сейчас происходит по программе «Экология». Дает какие-то преференции деловому сообществу и также региональный гость власти. То есть есть они, эти стимулы, на которые мы должны ориентироваться? Или их недостаточно? И вы считаете, что нужно дорабатывать каким-то образом, даже на федеральном уровне, даже в Совете Федерации, эти моменты? Вы задали очень важный вопрос, профессиональный, очень-очень профессиональный вопрос. И он неоднозначный, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что бизнес сегодня, тот бизнес, который вкладывает в экологию имиджево, получает преференции имиджево. И это оценка и восприятие общества, что немаловажно. Оценка органов власти. Но прямой мотивации делать экологические проекты, прямой мотивации нет. Есть косвенные меры поддержки по линии Минпромторга в части технологий, поддержка технологий. Здесь я бы, может быть, со стороны неправительственного сектора, а может быть, даже свою точку зрения выражу. А должны ли мы мотивировать бизнес, чтобы он вкладывал деньги в экологию? Не является ли это нормой? Не является ли это априори правильным цивилизованным подходом? Мы, может быть, наоборот, должны смотреть. Вот если бизнес не соответствует законодательству и не вкладывает деньги, может быть, надо его наказывать за это? И здесь у нас извечная дилемма, кнут или пряник. Как показывает практика? К сожалению, во многих сегодня субъектах и многие предприниматели сегодня российские, они до сих пор живут еще прошлым пониманием такого экодиссидентства. То есть непринятие новых норм, новых подходов, новых трендов. Пришли, проверили, заплатил 200-300 рублей, условно, я говорю сейчас, и забыл об этом. Низкий уровень штрафов. Тоже вопрос для законодателей, насколько сегодня можно поднять штрафы, чтобы воздействовать на бизнес. Насколько сегодня экономическая ситуация позволяет это делать? Не знаю, наверное, вопрос, требующий дискуссии и какого-то экспертного подхода. Мы с вами таки не подвели итоги конкурса, на самом деле, или пока это небольшой секрет? В какой-то степени, да, не очень корректно сейчас будет об этом говорить, но конкурс состоялся, Александр. Это ведь очень важно, что есть запрос, есть запрос на демонстрацию и того, что делает бизнес. С большим удовольствием люди подают свои заявки, очень хорошие проекты все. Еще раз хочу подчеркнуть, проекты, которые уже реализованы, это не идеи, это уже практика. То есть их можно пощупать ручками, как говорится. Посмотреть и посчитать эффекты, вот что очень важно. При этом государство будет поддерживать в дальнейшем или стимулировать такого рода проекты, которые уже работают? Будет их каким-то образом сопровождать? Такая практика есть, Минприрода России нам с этим помогает. И мы, в принципе, сами, как экспертное сообщество, которое в том числе и работаем на площадке Верхней Палаты Парламента, тоже помогаем. Помогаем, выявляем, сопровождаем, как вы говорите. Это очень важно, да. Но у крупного бизнеса, например, таких проблем не возникает. Они достаточно сильны, самостоятельны. Скорее у малый и средний бизнес и НКО. Вот НКО сегодня нуждается в поддержке. О них очень мало знают. Это правда. Тогда какие инициативы со стороны законодателей требуются для того, чтобы продолжать эту эффективную практику, о которой вы сейчас нам рассказали? С точки зрения законодателя... Кроме штрафов. Вот. Что еще? Что еще надо сделать? Ну, опять же, кнут или пряник. Выявлять... У нас очень большая проблема. Я, может быть, обозначу проблему для законодателей. Они уже сами могут посмотреть, какие инструменты здесь реалистичны. У нас проблема с коммерциализацией научных разработок. Наука очень много чего придумает. У нас очень большой потенциал научный. Очень хорошая база. Очень серьезные разработки. Но когда предприниматель или тот научный руководитель проекта начинает предпринимать усилия и шаги дела для того, чтобы показать свое изобретение, начинается очень много барьеров, которые... Экспертизу покажи, а это где-то уже есть, а что для этого нужно. А человек науки, он не администратор, он не предприниматель. У него нет этих категорий мышления. Он сделал, ему нужно это просто показать и продать. Ну, продать условно, чтобы это внедрялось. И вот здесь мы видим, коммуникационная цепочка разрывается. Потому что мы сталкиваемся с тем, что бизнесу это пока неинтересно. Они не видят, что это изобретение реально дает эффект. Бизнес не понимает пока, что ему это интересно. Ну, он не чувствует, да, как вы говорите, да, не чувствует это пальцами. И здесь, вот, на мой взгляд, нужно короткую дистанцию им обеспечить, чтобы была короткая дистанция. Скорее всего, что должна быть какая-то структура, опять же, да, либо площадка, на которой можно было... Институты развития у нас есть, да, но пока... Но они прошли тоже трансформацию. Там работают с большими, серьезными проектами. А вот на уровне даже не индивидуальных предпринимателей, а просто люди, которые от природы обладают такими талантными способностями. И очень много делают, очень много изобретают. Патриоты, вот, их выявлять и коммерциализировать, помогать им вот здесь. Мы продолжим обязательно наблюдать за ситуацией и за вашей работой. Спасибо вам за время, которое уделили нам. На наши вопросы отвечал председатель российского экологического общества Рашид Исмаилов. Редактор субтитров А.Семкин